Новый температурный рекорд. Извини, я врезала вместо тебя. Я хотела об этом вообще рассказать. Не дает слово вставить. Новый температурный рекорд установлен в Москве. Было это сделано накануне. 10 сентября стало самым жарким за 75 лет. Температура в городе поднялась выше 26 градусов. Последний максимум был чуть за 25. Ну и кроме того, в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Как долго продлится четвертый месяц лета, такого бесплатного лета, мы это обсудим с нашим гостем Александром Ильин, синоптик. Синоптик прогностического центра Метео. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну вот расскажите. Здравствуйте, Теня. Здравствуйте, мам. Очень приятно. Ну вот, наверное, все-таки не характерны такие жаркие дни для средней полосы России в сентябре. Почему так произошло в этом году? Мы бесплатно пользуемся четвертым месяцем лета. Надо пользоваться. Все, что бесплатно, надо пользоваться. Но главное, потом не заплатить за это какими-то резкими обладами. Но прежде хотел бы немножко заметить. Не понимаю, почему был взят 75-летний период наблюдения. У нас за погодой наблюдают уже с середины 19 века. И 10 сентября 1909 года температура достигала 29,5 градусов. Вот мне непонятно, как автор объясняет, почему это не так. Но тем не менее, погода в московском регионе продолжает нам радовать. И так же, как в начале 20 века, сейчас в эти дни температура воздуха снова, будем говорить, приближается к определенным рекордам. Температура воздуха в Москве и в Москве полностью в дневные часы 22-27 градусов. Это действительно большая радость и большое удовольствие. И в том, что существенных дождей в ближайшие дни не ожидается. Хотя такие нюансы присутствуют. И даже сегодня в некоторых районах Московской области автомобилисты хрустали, что на лобовое стекло им капал дождь. Но тут, как говорится, вопрос неоднозначный. Дождь ли может просто стекло. Так вот, температура в ближайшие дни и до конца второй декады сентября будет нас радовать. Значение на 27 градусов, а в предстоящие выходные 25-30 градусов в Москве ожидают. При этом юго-восточный ветер в 7-8 секунды не дает вообще никаких шансов откуда-то с севера заглянуть к холодным очагам и порциям воздуха. Поэтому готовимся к теплу, к каким-то определенным дням, когда можно время провести. В общем, мы поняли, мы еще наслаждаемся классным солнечным временем, да, ходим в футболках, Роман Юрьевич, ты готов к этому? Ты заметила, что мы сегодня целый день с экспертами не можем поговорить нормально, все время связи, что-то мешает. Все-таки магнитная буря, она вот действует на радиосвязь на Земле. Я тебе завтра позвоню, я скажу, у меня болит голова магнитной буря, я не приду на работу. Завтра магнитной буря уже не будет, Ксения, так что не надо придумывать себе оправдания. Как нет, она ночью начнется и завтра продолжится. Пожалуйста, в шапочку из фольги и ложись спать. Помнишь, у Ирины шейк такая была? Это был Александр Ильин, Синоптерпагностического центра Митю, я тебе все сделала. Будешь моим Давидом Купером или как его там звали? Хорошо.